Шесть дзен и полтысячи марафонных километров огонь других европейских гульняв находятся у Гомельской области. Полсотни факелановцев пронесутся полумя миру по населенных пунктах региона. Эстафета стартовала у Гомеля, за ее рухом сочили наши корреспонденты. Сустракали огонь других европейских гульняв на пляцов целя лядового палаца. У широких гамельчан, которые пришли поназирать за историчные не только для города, а и для всей страны подзеи, юные спортсмены. До начала церемонии есть несколько минут на то, чтобы погутарить и сфотографироваться с факелоносцами. Среди их атлеты, которые поднимались на пьедесталы самых престижных спорностей, для подрастающего поколения яны наглядный приклад успеха и метанокерованности. Очень нужное мероприятие для всей страны. Идет популяризация всех видов спорта. И дети видят это живое, как говорится, своих героев, чемпионов. Лампаду за гнем других европейских гульняв з рук заховальников прямая старшиня гумельских гарвоконкама Петр Кириченко. После провитальных слов запаливают факел и эстафета начинается. Улику первых факелоносцев олимпийский чемпион – канаист Леонид Гейштар. Золото Римской Олимпиады он завоевал в 1960-м годе. Символично, что и огонь других европейских гульняв так само привезли с итальянской столицы. Я там же в Риме выиграл Олимпийские игры. И тогда прославил великое государство СССР и Гомель. Нашим спортсменам здоровья и счастья. И грибцам нашим отдельно, чтобы под Килем была легкая вода. Факел по улицах областного центра с гонором пронесли деятшие спортсмены. За многих из них можно будет поболеть подчас других европейских гульняв. Это большая честь, это гордость пронести факел, тем более у нас дома, в Гомеле, на моей родине. И вообще для Беларуси это очень большое масштабное событие. Хочется максимально выступить, достойно выступить, тем более дома. Показать весь свой уровень, все свое мастерство. И, естественно, золотой медаль хочется. Эстафету полумя мира передали и медийным персонам-урадженцам гомельской земли. До спортивного свята яны долучились с великой охвотой. Мне очень радостно, потому что я у себя на родине, в том городе, где я родился. Не в том районе Крыху, а в том городе. Бегче буду в районе, где начал работать. Но карате, тут шматы вспоминал, мне приятно. Беларусским атлетам я пожелаю, чтобы они все свои уластные рекорды перевысили, чтобы они скопнули далеко, чем могут, чтобы они пробегли лучше, чем могут, чтобы они проплыли лучше, чем могут, нырнули глубже, чем могут. Я с нетерпением жду этого момента, потому что мне кажется, что это такая ода человеческой силы, силы духа. И для меня невероятно приятно принимать участие в этом, скажем так, параде и марше силы духа. На своем шляху полумя мира побывала на кондитерской фабрице «Спартак». Мясцовые майстры так само подрыхтовались до эстафеты. Яны заробили свой факел, вядома с шоколаду. Далее маршрут пролягал по улице Советской до Киевского спуску. Одным факелоносцем тут был Андрей Краученко. Сребренный призер олимпийских гульнях у других европейских гульнях удел принимать не будет. Шматбор я нема в программе мультиспортного форума. Однако с трибун за выступлением своих коллег сочить будет обовязково. Какая честь, можно сказать, пронести факел по родному городу, это вообще для меня было очень приятно. Может быть, это знак какой-то, что когда-нибудь, в будущем, может, настоящая олимпиада у нас пройдет. Пронесли огонь других европейских гульнях по территории Гомельского парка и подняли на назиральную вежу. До речи, факелоносцы не сумовали, чакаючи своей чарги. Жадающих сфотографоваться зорками спорту и медиаперсонами было шмат. И вот финиш на центральной площади. На сцене факел с рук телеведущего Яугена Перлина принял, выполняющий обовязки старшине Гомельского облаканкама Геннадь Соловей. На протягу усяго маршруту, а так само на площади Ленина, полумя мира сустракали гомельчане и гости города. Жадающих отчуть свою приналежность до головной спортивной падзии года оказалось ашмат. Конечно, это очень значимая события, особенно для Республики Беларусь, которая впервые принимает такого масштаба игры. Мы будем болеть за своих спортсменов. Мы очень рады, что все-таки Беларусь победила в этом конкурсе. Вот даже маленькие болельщики, которые уже хлопают и радуются за наших спортсменов, за наше государство. Спорт, я считаю, продвигает нашу страну на мировой площадке. Дети тоже должны прививаться к виду спорта, к любому, а тем более европейским. Я думаю, спорт – это жизнь. Беларусь в первый раз такие события принимает. Придут много туристов, очень много для Беларуси. Это важное событие. Первый день шести эстафеты в нашем регионе продолжился грандиозной концертной программой и узнагороджением факелоносцев, которые приняли в дело в марафоне. Подчас мероприемства отбылся телемост с Минском. Привитание гомельчанам передали спортсмены, которые орехтуются оборонять на других европейских гульнях не только гонор-краины, а и Гомельской области. Мы убеждены, что покажем хорошие результаты, ведь будем соревноваться у себя на родине и будем слышать вашу поддержку из каждой точки Беларуси. Давайте на счет три крикнем так громко «Ура!», чтобы нас услышала вся Европа. Готовы? Раз, два, три, ура! Евгения Кухаронак, Максим Савин, Сергей Негаревич, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня огонь других европейских гульнях бачили маленькие пациенты, так само урачи Гомельской областной детячей больницы. После чагов акилоносцы наведалися на вытворшее объединение «Беларусь-нафта». Тут эстафету передали водителю реческого управления технологичного транспорта Пятру Железинскому. Два года тому его на предприемстве признали спортсменом года. Скарбон-Клузногород ему удается пополнять и сегодня. Сегодня я представляю производственное объединение «Беларусь-нефть», где уделяется огромное внимание развитию физической культуры и спорта. Вторые европейские игры для нашей страны – это лишний повод доказать, что наша страна не только спортивная, но и гостеприимная, и дружелюбная страна. Уделу эстафеты принял уведущий маркетолог центрального аппарата «Беларусь-нафты» Павел Кевлич. Ее накировался с огнем на «Гомельмаш». Тут до встречи подрихтовались грунтовно. В программе «Урошистое провитание факелоносцев», у снятия огню других европейских гульнов на суперкомбайн «КЗС-21-24», проезд по вытворшей плясовце и наведывание цеха. Гоноровую и одночасово отказную миссию выполнил так само водитель комбайна. Об своих уражениях он рассказывал после завершения эстафеты на «Гомельмаш». Нам поставлена задача в этом году собрать нашими комбайнами не менее 10 миллионов тонн зерна. Нашим олимпийцам я желаю только золота, чтобы их победы передавались нам. Ведь мы примем эстафету после них уже в полях. Моцнейшая мотивация передается от «Гомельчану» всем белорусским спортсменам, которые рыхтуются до удела у других европейских гульнях. Темчасом эстафету от областного центра сегодня принял Жлобинский район. Редактор субтитров А.Семкин